Медный всадник Медный всадник памятник Петру Великому, возведенный по повелению Екатерины II, был торжественно открыт в Петербурге в августе 1782 года. Создатель памятника Этьен Фальконе запечатлел в своем творении образ царя-победителя, триумфатора, перед которым не существует никаких преград. Голова императора украшена лавровым венком, высочайшим знаком доблести, могущества и воинских побед. Еще в древних Греции и Риме лавр считался священным деревом бога Аполлона. В эпоху Римской империи лавровая ветвь или венок символизировали могущество, победу, мир. Они стали непременными атрибутами древнеримской богини Победы Виктории и ее древнегреческой сестры Ники. Венками из лавра венчали императоров и награждали римских воинов-победителей. Триумфаторов вдохновенно запечатлевали в своих творениях скульпторы и художники, ведь и сам Аполлон, бог искусства и предводитель мус, часто изображался с лавровым венком на голове. Много столетий спустя триумфальная символика лавра возродится в Европе. Провозгласив себя императором, Наполеон Бонапарт обратился к священным традициям великих империй. Для большей торжественности на церемонии своей коронации он предстал перед собравшимся в золотом лавровом венке. С приходом в архитектуру стиля классицизма, зодчие скульпторы все чаще стали обращаться к символике лавра. А уж после побед, одержанных российским императором Александром I над французским императором Наполеоном I в 1812-14 годах, лавр становится одним из главных атрибутов памятников воинской славы России. Его используют в своих работах Кваренги, Стасов, Захаров, Росси, Брюлов, Пименов, Димут Малиновский и другие. Лавровые венки держат победа на колеснице, венчающей Нарвские триумфальные ворота, и слава, стоящая в колеснице над аркой главного штаба. Венки сжимают в руках витязи у тех же Нарвских ворот и у павильонов Аничского дворца. Венками из лавровых и дубовых ветвей украшены фасад здания штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади и главный вход в Адмиралтейство. В 1834 году был установлен главный монумент в честь разгрома наполеоновских войск Александровская колонна. Ее создателем стал французский архитектор Агюст Монферран. Через два года колонна была внесена невысокой оградой, выполненной по его же проекту. Решетку украсили небольшие двуглавые орлы, держащие в левых лапах лавровые венки. В начале 1930-х годов ограда была демонтирована и лишь в 2004-м восстановлена в своем историческом виде, то есть с геральдикой государства российского, которое было провозглашено империей при Петре I. В 1716 году незадолго до этого приехавший в Петербург архитектор и скульптор Карло Растрелли сделают проект памятника царю Петру Алексеевичу. Окончательно памятник будет изготовлен только в 1747 году Франческо Бартоломео Растрелли, сыном скульптора. И только в 1800 году по распоряжению Павла I монумент установят на Кленовой аллее перед Михайловским замком. Растрелли изобразил царя в одеянии древнеримского императора с лавровым венком на голове. И сделал он это в 1716 году, тогда, когда еще никто и представить себе не мог, что 22 октября 1721 года на Троицкой площади новой столицы России, Санкт-Петербурга, пройдут великие торжества по случаю победы в Северной войне. И именно здесь, после обедни, прозвучит проповедь Феофана Прокоповича, в которой он расскажет о знаменательных делах Петра I, достойных присвоения ему титула великого и провозглашения его императором всероссийским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова